Друзья, всем здрасте! Сегодня у нас фар по программированию уже за номером 14. Итак, вопросы, которые на сегодня у нас поступили, это, в общем-то, их 4 штучки. Мне нравится 63. Итак, давайте по порядку. Итак, вопрос номер 61. Стоит ли переходить на NET 5? Ну, смотрите, на самом деле, надо сказать, что Microsoft переступил версию 4.0 для NET Core, и, собственно говоря, он сказал, что мы переступили четвертую версию, чтобы она не совпадала с 4.7, которая существует у NET Framework 4.7, соответственно. И поэтому пятая версия, она, как бы, такая вот, можно сказать, отправная точка, которая точно даст вам определение того, с чего вы начали работать. Смотрите, NET Core, он теперь не NET Core, а просто NET 5. NET 4 Framework, который 4.7, он теперь только в режиме поддержки. То есть, ну, в общем, на самом деле так говорит Microsoft. И следующая версия будет уже в этом году. Ну, то есть, каждый год Microsoft будет выпускать по одной версии. 6, 7, 8. И, в общем, стоит ли или нет? Да, я думаю, что стоит, потому что те изменения, которые получили системы, то есть и NET Core, например, и кроссплатформенный, и новый Blazer, в общем, изменения достаточно большие и серьезные. И я бы на основательное рекомендовал переходить. Но суть в том, что можно и на 3.1 использовать NET 5 в сборке, да, например, NET Framework Core. Я бы рекомендовал, но тут, смотрите, нужно так, чтобы вы сами определились, насколько вам это будет просто сделать. Надо сказать, что сейчас более подробная инструкция, выложена на сайте Microsoft, который говорит, что нужно сделать это, перевести на это, поменять на это. Все очень просто и легко. Когда у вас будет уже перепрыг, ну, с 3.1, например, на 6.0, это, мне кажется, будет немножко посложнее. Ну и все комьюнити, так сказать, которые уже сейчас переходят, оно уже будет, как бы, далеко впереди от вас. В общем, еще раз повторюсь, стоит ли переходить? Ну, в общем, я перешел. Вопрос номер 62. Локализация в компонентах Blazer возможна? Что-то у меня не получается через ресурсные файлы. Да, на самом деле, возможны, работают исключительно хорошо. И я, наверное, на примере одного из своих проектов покажу, как это делается. Суть в том, что, когда вы создаете в Blazer компоненте ресурсные файлы, надо обязательно ставить, чтобы он был internal или public компилятор, который преобразует как раз эти ресурсные файлы в C-Sharp-овский код, который станет доступен, виден в самих компонентах. Это можно делать как в компонентах, собственно говоря, Blazer, так и в компонентах Razer, если вы используете WSP.NET Core приложение, ну, MVC, я имею в виду, ну, или в Page-страницах, то, собственно говоря, там вот такой нюансик маленький есть. Нужно просто поставить эту галочку, выпадашку, и она позволит видеть ваши ресурсные файлы в тех компонентах, которые не используются. Ну, и, наконец, все третий вопрос. Что делать, если RevitMQ перестанет обрабатывать сообщения, как микросервисы будут работать? Смотрите, друзья, тут на самом деле уже не проблема Revit, а проблема вашей архитектуры, если вдруг он перестанет работать. Надо сказать, что разработчики RevitMQ очень сильно постарались сделать его, чтобы он был персистентный, так сказать, то есть работал постоянно. Вся радость этого RevitMQ состоит в том, что он работает в памяти, то есть у него вся работа обусловлена работой с памятью, и он в какой-то момент времени сбрасывает дамп, так сказать, ну, какой-то снапшот, грубо говоря, да, в базу данных, с которой он работает. И, в общем, если в какой-то момент у вас RevitMQ сдохнет, так сказать, да, то есть или упадет инстанс, или еще какие-то проблемы непонятные с сеткой, то сервисы перестанут между друг другом обмениться сообщениями, и тут принимается решение таким образом, чтобы обеспечить передачу сообщений, а не работу RevitMQ. То есть если он рухнет, а это так бывает, что он рухается и, собственно, на проде, главное, чтобы не потерялись ваши сообщения. А Revit за это отвечать не может, потому что он является посредником. Следовательно, надо сделать таким образом, чтобы не сообщения... Нет, наверное, правильно сказать, чтобы сообщения не отправлялись в никуда, да, в надежде, что есть там Revit или нет на том конце, а чтобы сообщения обрабатывались на концах микросервисов, и при наличии доставки, да, при успешной доставке этого сообщения, то должно быть подтверждение, что оно отправлено. Тут сюда подключается такой механизм, как эдемпадентность, то есть какое бы количество сообщений вы ни отправили, ну, например, да, HTTP GET, он как бы эдемпадентный. Сколько бы вы раз не получали сообщения там GET BY ID, да, у вас всегда будет приходить один и тот же объект, да. А если вы будете делать POST item какой-нибудь там, то эдемпадентность тут немножко нарушена будет, и в том смысле, что по умолчанию запись базу данных, она не демпадентная. То есть будет создано столько же этих вот ваших объектов в базе данных, сколько раз вы выполните этот запрос. И тут по такому же принципу работает передача сообщений. Вы складываете их в базу данных и пытаетесь какой-то, каким-то моментом, какое-то время отправить их. Если отправление дошло, вы подтверждаете, что оно дошло, и в вашей базе, ну, на одном конце сервиса она говорит, что она получила. В смысле, что это сообщение получено, и его помечается как отправлено. В другом же сервисе, где должно было прийти это сообщение, пишется такой код, чтобы какое бы количество раз вы не отправляли именно вот это вот сообщение. Ну, и демпадентность решается разными способами. Это отдельная песня. Я ее сегодня петь не буду, да? Вот. Но сколько бы раз вы не выполняли вот это вот сообщение, там, какой-то импост или отправить что-то, или создать ордер именно с каким-то маркером, то оно должно было создать один раз и в последующие разы не создавать его, повторно этот, допустим, ордер. И таким образом, работает Rebbit, не работает Rebbit, ключевые моменты остаются на оконечных точках вот этих ваших сервисов. Один отправил сообщение, другой должен получить, а работает в это время Rebbit или не работает, это абсолютно, собственно говоря, не важно. Он рухнет, он поднимется, или там кубернетис передернет другой инстанс, в общем, не важно, да, или там балансер разрулит в запрос следующий какой-нибудь, который полетит на сторону Rebbit. Главное, что сообщение отправлено, сообщение получено. Если сообщение было отправлено и не получено, то помечать его, соответственно, как отправлено не нужно, и через какой-то момент времени оно должно снова быть отправлено, в это время уже Rebbit поднимется. Это, в общем, вот такой вот примерно, да, архитектурный, ну, я не знаю, шаг, да, реализации вообще вот этих бизнес-процессов. Надо сказать, что все вот эти вот сообщения, ну, то есть на все сообщения, да, ставить вот такую заслону не нужно. То есть есть более критичные сообщения, есть, собственно говоря, неважные, да, логирование, ну, подумаешь, пропустите вы там пару только сообщений. Ну, опять же, через Rebbit это не делается, это обычно делается через Kafka. В силу своей производительности Kafka быстрее в разы, но у нее и тип сообщений немножко другие, да. Если Rebbit MQ использует Transactual Data, то есть именно вот эти даты работы с бизнес-логикой, если так можно выразиться, хотя, наверное, нет, наверное, правильно сказать, сообщениями, которые влияют на бизнес-логику, то Kafka, она работает более с operational data, так называемой, то есть она больше подходит для логирования. Ну, в общем, и так или иначе, решение вот это о падении Rebbit, оно, собственно говоря, обрабатывается на сервисах, а не на Rebbit. Итак, следующий вопрос. Что самое трудное для разработчиков программирования? Ну, на самом деле, здесь очень просто. Мартин Фаулер сказал, что существуют две вещи, вернее, столько сказал, сколько повторил, да, и я, собственно говоря, с ним согласен. Первая вещь это кэширование, да, то есть на самом деле закэшировать что-то не проблема, проблема инвалидировать этот кэш, то есть проверить, что он валидный, то есть актуальный на текущий момент, на время проверки. И это, да, действительно, в некоторых вариантах бывает очень сложно. Ну, так как все про эту проблему все знают, поэтому, в общем, она тоже решаемая. Ну, и еще на самом деле важная штука называется naming thing, так называемый, то есть, ну, вообще naming convention для этого придумали, чтобы именовать объекты, классы, переменные, в общем, какие-то функции, да, с определенными правилами, да, чтобы все разработчики, знающие эти naming convention, то есть номинования, договоренности об иноменовании, чтобы понимали, с чем они имеют дело. Ну, иногда бывает очень трудно придумать название сущности, название, там, допустим, метода, да, чтобы она четко отображала то, чего она делает. В общем, кажется, что это мелочь, но, тем не менее, это имеет значение. К этим двум вариантам, так сказать, проблемности, да, в программировании, то есть трудностей, я бы добавил еще две штуки, и они между собой очень связаны. Ну, во-первых, это локализация, да, когда вы пишете какой-нибудь сайт, который может работать на разных языках, то есть с количеством языков, которые вы поддерживаете, трудность увеличивается, потому что вам нужно и код, может быть, в каком-то месте писать по-другому, и фразы, да, для того, чтобы их можно было перевести, строите таким образом, чтобы они подпадали под разные языки. Например, английский и русский, они вот, ну, понимаете, да, там синтаксис не такой, как это нельзя поставить в английском, вообще поменять набор слов, там, I love you, you love I, в общем, нельзя, да. В общем, в этом есть некоторые сложности. И, собственно говоря, из этой сложности реализации, но она даже не столько сложная, сколько муторная, потому что так или иначе все можно решить, но вот из-за того, что локализация связана с датами, в том числе, и, допустим, с форматами данных, точка или запятая, допустим, в цифрах с плавающей точкой, она, как бы, на самом деле, вообще в разы все усложняет. То есть, когда вы работаете с датами, это вообще, вот, локализация тяжело. Ну, а если у вас, допустим, приложение, которое работает на несколько часовых поясов, тут все усложняется в разы. И есть один закон, который, в общем-то, я поддерживаю, да. Вот. Если вы, раз, работаете в разных часовых поясах, то у вас должна быть одна точка отчета, то есть время во всей системе должно храниться в UTC формате. А тот, кто это время смотрит, ну, допустим, пользователь, его время должно рассчитываться с учетом его зоны локации. То есть в профиле какой-то там, таймшифт, так называемый, хранить, от которого пересчитывать. И, в общем, никаким другим способом это не решится. Я оставил такие варианты систем, которые были, в общем, начинались с написания очень простого кода, и потом это все усложнилось и переросло в даже, наверное, большие такие системы. Но изначально не было предусмотрено вот эта вот, так сказать, региональность, да, в работе пользователей с системой. Ну, и получалось иногда таким образом, что пользователи видели сообщения, которые появлялись как бы в будущем, да, то есть в одном часовом поясе создали сообщение, в другом открыли, посмотрели, а оно там на несколько часов впереди. Поэтому и отчетность страдает. Ну, в общем, на самом деле очень много с этим проблем. И, на самом деле, вот повторюсь же, проблем много, но они решаемы. Достаточно правильно придумать и реализовать вот эту минимальную инфраструктурную единицу, как время, да, то есть UTC, и плюс все остальные часы в обработке зачетов, запросов, всех вот этих построителей, данных, выводей, все вот это. Ну, это, в общем, нужно сделать один раз, и, в общем-то, тогда и проблем не будет. Тогда останется только Naming Convention и, собственно говоря, кэш. Ну, и, наверное, на этом все. Я прошу вас комментировать. В общем, предложения, замечания, пожелания, может быть даже конструктивная критика, в общем-то, приветствуется. На этом, наверное, все. Всего доброго и пишите правильный код. Субтитры подогнал «Симон»!